1 триллион 800 миллиардов тенге. Столько средств направят на социально-экономическое развитие региона до 2025 года. Куда пойдут эти деньги, рассказал Кумар Ахсакалов. Кумар Ахсакалов дал получасовое интервью при службе премьер-министра Республики Казахстан. Беседа была записана сразу после того, как Алихан Смаилов посетил северный регион с рабочей поездкой. Напомню, она состоялась 6 мая. Почему обрушилась первая дымовая труба на Петропавловской ТЭЦ-2? Это первый вопрос, на который Кумар Ахсакалов ответил во время интервью. Аким объяснил, что комиссия, созданная при профильном министерстве, не завершила свой анализ, поэтому официальной версии обрушения трубы пока нет. На сегодняшний день ремонтные работы идут полным ходом. С 15 апреля приступили мы к демонтажу трубы. Сейчас идет экспертиза на предмет дальнейшей ее эксплуатации. Либо надо будет строить новую, либо надо, если экспертиза подтвердит нам, что качество ее позволяет, мы ее возможными способами дорастим и будем работать с ней в предстоящий топительный сезон. По мнению Акима, задача номер один сейчас подготовить ТЭЦ-2 к зиме. Капитально отремонтировать предстоит 9 котла-агрегатов. На эти цели понадобится 17,5 миллиардов тенге. По поручению премьер-министра, приводить объект в надлежащий вид монополист будет за свой счет. Это делается, чтобы избежать повышения тарифов, которые бы повлекло за собой дополнительную финансовую нагрузку на население. А население, как известно, ждет перемен. В прошлом году правительство утвердило комплексный план социально-экономического развития северного региона. Реализовать его предстоит до конца 2025 года. Кстати, чтобы воплотить в жизнь многолетний план, понадобится 1,8 триллиона миллиардов тенге. К примеру, объем произведенной продукции сельского хозяйства вырастет в полтора раза. Объем произведенной продукции в обрабатывающей промышленности вырастет в два раза. Свыше 26 тысяч новых рабочих мест будет создано, постоянных новых рабочих мест. Обеспечение водой жителей села будет доведено до 100 процентов. И автомобильные дороги до 98 процентов. Это в хорошем и удовлетворительном состоянии. Кумарак Соколов рассказал, что в прошлом году была отремонтирована почти тысяча километров автомобильных дорог, в том числе внутрипоселковых. В 2022 в порядок приведут 690 километров полотна. Регион большой, работы много и не только связаны с ремонтом дорог. Кумарак Соколов отметил, что по итогам прошлого года, по всем основным отраслям экономики, область достигла положительного роста. По словам Акима, тенденция первого квартала этого года такая же. Подробный отчет на эту тему Кумарак Соколов представил премьер-министру во время его рабочей поездки в нашу область. Первый руководитель региона рассказал и о подготовке к пассивной кампании. Одна из главных ее задач – избежать последствий недостатка влаги, который ощущался в регионе последние несколько лет. Мы отрабатываем агротехнологии. Прежде всего, это обновление семян, это влагосберегающие технологии, это привлечение соответствующей техники, закупка соответствующей техники, привлечение инвестиций и так далее. В целом, мы видим, что на сегодняшний день все агротехнические мероприятия по задержанию влаги мы завершили. Сейчас ждем наступления соответствующих температур для того, чтобы провести пассивные в оптимальные сроки. ГСМ и семенами 100% обеспечены. Что касается сельского хозяйства, то в этом году в области сдадут две откормочных площадки, столько же птицефабрика, еще 8 молочно-товарных ферм. Это очень важный проект, поскольку в нашей стране до сих пор еще импортируются молочные продукции, особенно много сыра импортируется. Поэтому мы эти проекты будем реализовать. Каждый год мы для себе поставили задачу как минимум до 10 ферм сдавать. Акимобласть объяснил, что на одной такой ферме будут трудиться от 35 до 40 человек, занятых круглогодично. Несмотря на высокие показатели в разных сферах, северный регион входит в число областей страны с самым низким уровнем доходов. Кумар Аксакалов объяснил, что ситуация постепенно меняется. В прошлом году уровень средней заработной платы вырос на 19,6%. Дарья Пашмынцева, Новости МТРК. Об обеспечении ГСМ сельхозтоваропроизводителей рассказал вице-министр энергетики Асет Магауов. 200-210 тенге за литр – таковы рекомендованные цены дизельного топлива. Однако в некоторых регионах наблюдается несоответствие. Мы по согласованию с крупными давальцами, которые владеют ресурсами, определили цену 212 тысяч тенге на тонну на условиях завод. Это составляет 176 тенге за литр. К ним надо добавить доставку в регионы, затраты на хранение на нефтебазах, идут расходы по финансированию данной операции. И с учетом всех этих расходов в регионах цена может колебаться. Чем ближе к заводу, тем, конечно, цена меньше. В прошлом году в стране наблюдался дефицит горючего. Тогда владельцы мелких и средних АЗС заявили, что искусственный дефицит топлива создается для того, чтобы потом диктовать на него цены на рынке. Однако первая из причин сложившейся ситуации заключалась в резком росте розничных цен в приграничных регионах, рассказал вице-министр. Мы в то время пытались цены удержать на уровне 200 тенге за литр. И, к сожалению, это привело к тому, что ресурс начал активно вывымываться транзитным транспортом и теневыми перетоками. Появились непродуктивные поставщики. То есть они пытались скупить по 212 и сразу на рынке по 300-350 перепродать. Чтобы не допустить повторения данной ситуации, с одной стороны, мы внесли предложение в поправке в законодательство об обороте нефтепродуктов. Чтобы работать на оптовом рынке нефтепродуктов, должны иметь собственности нефтебазы. Второе предложение – это занормировать норму прибыли таких оптовых поставщиков, чтобы в зависимости от цены покупки при дальнейшей продаже в розничную сеть не было больших надбавок. Кроме того, с мая этого года возобновится биржевая торговля нефтепродуктами. Лимит по обороту с 20 тысяч тонн в год был снижен до 5, а сейчас отменен и вовсе. Теперь мелкие АЗС могут заходить на биржу и покупать объем нефтепродуктов напрямую без посредников. Также вице-министр энергетики отметил, что рисков возникновения дефицита дизельного топлива в этом году нет. Анастасия Кузнецова, Новости МТРК. 36 пожаров произошло в области за прошедшие выходные и праздничные дни. Возгорания зафиксированы в районах Речпорта, Капае и многоэтажки на улице Назарбаева, 121. Это видео разлетелось по всем социальным сетям. Вечером 9 мая на пятом этаже жилого дома по адресу Назарбаева, 121 загорелась квартира. В момент возгорания в ней находились хозяева с грудным ребенком. От огня они спасались на балконе. Огнеборцы прибыли через пять минут после вызова. Направили четыре единицы основной спецтехники и три автолестницы. Пострадавшие в панике недоумевают, почему пожарные не снимают из балкона. В департаменте ПОЧС вопрос разъяснили. Там опрокидывание случайно его. Значит, именно когда в крону дерева подали, начали срабатывать эти датчики и происходило периодическое блокирование этой лестницы. И уже когда устанавливали вторую лестницу, значит, отделение, которое зашло с подъезда, вскрыли уже входную дверь и с помощью дыхательных аппаратов у нас есть спасатели и капюшоны. Отдели их на жильцов данной квартиры и благополучно эвакуировали. Причиной пожара назвали короткое замыкание. Общая площадь возгорания составила 8 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Но семья осталась без документов, вещей, мебели и бытовой техники. В те же дни огонь уничтожил четыре дома в Капае. Кто-то поджег камыш, а дальше огонь перешел от одного дома к другому. Общая площадь пожара составила 73 квадратных метра. С начала 2022 года в городе Петропавловске зарегистрировано 76 пожаров и 209 случаев горений, 186 случаев загорания сухой растительности. Зажигание сухой растительности к административной ответственности по части 1 статьи 410 привлечено 13 физических лиц по 336. В статье части 1 привлечено 6 физических лиц на сумму 245 045 тенге и юридические лица на сумму 918 300 тенге. Пламя бушевало и в районе Ричпорта дачные участки не пострадали. Горела только сухая растительность примерно на 8 гектарах земли. Спасатели вместе с полицейскими в усиленном режиме проводят рейды. За поджог травы штраф составляет 20 мрп или более 60 тысяч тенге. Анастасия Кузнецова, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК. Навязчивая агитация со стороны представителей религиозного течения. На нее в последнее время жалуются жители Петропавловска. В редакцию МТРК обратилось несколько недовольных горожан. Прихожу как-то домой, в дверях письмо. Открываю это письмо, а там, что говорится, о бурьях, о катастрофах, о болезнях и о стремлении к лучшей жизни. Я сначала подумала, что это мошенники, потому что я никому свой адрес не давала. Но потом прочитала, дочитала до конца и увидела, что это обращаются ко мне свидетели Еговы. Пенсионерке показалось странным, что кто-то посторонний знает, где она живет. Я заметила, что у нас получили письма многие жители тоже. И эти жители тоже были недовольны тем, что пришли такие письма. Сама я не поддалась, но обратилась в соответствующие органы. Также поступила Галина Глухова, когда оказалась в аналогичной ситуации. Ей, как старшей в одной из городских многоэтажек, письма, описанные выше, принесла почтальон и жильцы дома, которые отказывались их брать. Несколько писем Галина Анатольевна вместе с соседями открыла. Со слов пенсионерки в них было написано, что в мире творится зло, войны, болезни. А Еговы научат полезного. А потом женщине позвонили. По словам жителей города, в письмах отправители указывали телефонный сайт, который предлагалось посетить, где можно было ознакомиться с информацией. В областном управлении по делам религии рассказали, что жители региона нередко обращаются в ведомство за консультативной помощью. Что касается религиозного объединения христианской общины, свидетелей Еговы и Североказахстанской области, то оно зарегистрировано и осуществляет свою деятельность официально. Были случаи, что североказахстанцы жаловались на деятельность адептов религиозной организации. Такие случаи зачастую происходят в связи с тем, что отдельные адепты не знают законы Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях. По таким фактам мы проводим расснительную работу. Управление по делам религии Североказахстанской области отмечает, что по закону миссионерская деятельность запрещена вне культового сооружения без регистрации в качестве миссионера в полномоченном органе. Ее осуществление влечет штраф по статье 490 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Если вы считаете, что подвергаетесь религиозной агитации, вы вправе обратиться по телефону доверия в Управлении по делам религии. Дарья Пашмынцева, Казбек Рыгбаев. Итоги дня. Петропавловский аэропорт не удалось продать. Напомню, воздушную гавань выставили на торги за 5 миллиардов 600 миллионов тенге. Конкурс не состоялся, так как не было участников. Объявили повторный. Сейчас аэропорт работает в убыток и находится в коммунальной собственности. Повторный конкурс сейчас объявлен у нас. Итоги подводятся 12-го числа. Повторный конкурс. Балансовая стоимость нашего аэропорта составляет 5,6 миллиардов тенге. Мы же для чего передаем аэропорт? Для того, чтобы частный инвестор мог вложить финансовые средства на развитие нашего аэропорта. На сегодняшний день необходимо провести капитальный ремонт или реконструкцию, например, ССТ. Это здание, где у нас хранится техника. Необходимо модернизацию самого оборудования провести. Необходимо провести ремонт ГСМ. То есть самое первое, что нам необходимо для запуска дальних рейсов. 56 предложений внесли по поправкам в Конституцию. Изменения и дополнения касаются 33 статей. По объему это треть всего содержания текста основного закона. Принять поправки или нет, решать это будет каждый казахстанец на республиканском референдуме 5 июня. Первый блок поправок должен закрепить переход к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Часть полномочий вообще отменяется у президента. Я имею в виду, что упраздняется членство главы государства в политических партиях. Этот вопрос важен с точки зрения, что глава государства, высшее должностное лицо нашей стороны, не должен быть связан какой-то политической структурой или организацией. Пересмотренный порядок формирования обеих палат парламента. Президентская квота в Сенате сокращается с 15 до 10 депутатов. Пять из них будут предложены Ассамблеей народа Казахстана. Акимы областей будут назначаться на должность президентом только согласие депутатов всех маслехатов на территории области. То есть голосовать будут депутаты областных, городских, районных, сельских маслехатов, а не только регионального. При этом глава государства предложит не менее двух кандидатур Акима области. Будет из кого выбирать. Отменяется его полной мочи, касающейся назначения Акимов городов, населенных пунктов, районных, сельских, других административных территорий. Сегодня получается, что президент, высшее должностное лицо, назначал и освобождал этих должностных лиц. Разве это дело самого президента? Это дело непосредственно местных органов власти. Они больше знают этих людей. По законопроекту укрепляется статус уполномоченного по правам человека, а Конституционный совет преобразуется в суд. Изменения не расширяют полномочия Конституционного суда. Имеют право теперь граждане нашей страны, у которых считают, что их права, интересы ущемлены, норма Конституционная нарушена, напрямую обратиться в Конституционный суд о том, чтобы Конституционный суд рассмотрел данный вопрос. Или отменил. Появится запрет для ближайших родственников президента занимать политические должности и руководящие посты в квази-госсекторе. Ведут безоговорочный запрет на смертную казнь. Проголосовать за эти поправки или против можно будет на республиканском референдуме. Эксперты говорят, что таким образом каждый гражданин сможет высказать свое мнение по предложенным нововведениям. Надо сказать, в последний раз референдум проводили 27 лет назад. После поправки в Конституцию вносили 4 раза. В 2007 году, например, было 40 изменений, но референдумы не проводили. О поправках в основной закон республики с коллективом многопрофильной областной больницы говорили члены партии «Аманат». Там провели семинар и подробно рассказали о нововведениях. Тоже уже слышали, читали об этом, что Акимы областей будут избираться президентом, но не на безальтернативной основе, как раньше, а на конкурсной основе и минимум среди двух кандидатов. При этом избираться они будут посредством голосования «за» или «против». Свое мнение будут высказывать и депутаты областных, городских, районных и сельских маслехатов. Всего поправки коснутся 33 статей. Основные задачи это касаются роли Ельбасы, вносить или не вносить, но принято решение эту строку убирать из Конституции, поэтому она тоже внесена в эти поправки 33 права. Закон о земле, что хозяином земли является народ, недры земли принадлежат народу. Разъяснительная работа с населением крайне важна, считает и Манголит Атваев, особенно среди молодежи. Поэтому в следующий раз семинар проведут в Высшем колледже имени Макжана Жумабаева. Мы хотим сделать упор и на молодежь, те, которые достигли 18-летних, особенно те, которые впервые придут на избирательные участки, потому что те поправки вот эти в основном касаются будущего Казахстана. Это значит, будущее – это молодежь, и для них мы стараемся, для того, чтобы они оценили, стоит вносить эти поправки, не стоит их, и поэтому им просто объяснять, для чего эти нужны поправки, что они за собой влекут. Напомним, голосование зали против поправок пройдет 5 июня на республиканском референдуме, в котором сможет принять участие каждый казахстанец. Диана Салихова, Азмат Баймукан, Новости МТРК. Собираться у каждого памятника – великий день, добрая традиция. Не исключение это и для жителей села Петровки и сельского района. Кстати, у этого мемориала День Победы они празднуют впервые. Перерезав торжественную ленту, Марат Кабдушев отмечает, что теперь это место, где можно почтить память героев, которые так и не вернули в 40-х с линии фронта. Ниже на черном камне мемориала высечены имена самих свидетелей трагических дней. А в самом центре – биография человека, который, кстати, и вдохновил мецената открыть Аллею Победы. Мой дед, его родной брат погиб на войне в Венгрии возле озера Болотон. И эти данные мы нашли в энциклопедии. И в 2014 году туда с моим дядей Сериком вместе выехали. И это воочию увидели. Там в Венгрии очень, что приятно, чтят, как воинов-освободителей. Мы этим очень горды. В армию Ристема Кабдушева призвали 18 лет. В этом же возрасте за подвиги он получил орден Отечественной войны первой степени. С июля 43-го участвовал в боях на Курской дуге, командовал взводом. Погиб отважный советский солдат в 20-летнем возрасте на территории Венгрии. Спустя десятилетия дедушку нашли в братской могиле. Перевезти на родину останки не смогли. По обычаю прочитали молитвы и посыпали горсть земли из родного села. Позже имя и подвиги Рустема Кабдушева его потомки увековечили в этом памятнике. Вместе с собравшимися почтил память всех павших в те годы и заместитель Акима области Саджан Аблалиев. Он поздравил сельчан с праздником победы и открытием новой аллеи. Данное мероприятие является очень знаменательным. Это почтить всех память, дела, подвиг наших дедов, отцов и передать их память о ней нашим будущим поколениям. Праздничный концерт, вкусный даст Архан и, конечно же, хорошее настроение. Даже погода в этот день радовалась вместе с сельчанами. Слова благодарности нашим ветеранам-тыловикам, а также детям войны. И я сегодня хочу сказать, что наше старшее поколение благодарно нашему молодому поколению, которые помнят, какой ценой была завоевана эта победа. Большое огромное спасибо Кабдышевым, семье всем, что они вот сделали такой подарок для односельчан. Нам будет место приходить, где подумать о тех, кто отдал свою жизнь. Не думал о том, что надо ему жить, а он хотел, чтобы враг не ходил по нашей земле. У меня в семье Петровка здесь проживал дед, родной дед ушел воевать в 41-м. В 42-м он пропал без вести. Его нашли, книга памяти, и вот вернулся он на родину победителя. Думаю, у каждой семьи есть кого вспомнить в этот день. Женаль Бесимбаева, Азамат Баймукан, новости МТРК. Турниры такого масштаба в Северном регионе организовали впервые. Чемпионат страны собрал более 500 лучших каратистов из 10 областей. На татами выходили спортсмены от 6 до 20 лет. Три дня проводим соревнования. Первый день было Ката и Кабудо, второй день Шобу Кумите, спортивные правила. Сегодня завершающий день Дзю Кумите и Го Кумите – это полуконтакт и полный контакт. Шобу Кумите лидировали Мангстауцкая область, тройку вошли Кызлорда и Костанайская область. Высокая стойка, пластичные переходы и активная защита – все, как и требует один из основных стилей карате – Годзюру. Первый из направлений Владимир Кремлев познакомился в 4 года. Спустя 5 лет упорных тренировок каратист защищает честь региона на чемпионате страны. На противоположной стороне Татами соперник из Алматы. Схватка напряженная. Оба спортсмена не теряют надежды последней минуты боя. С преимуществом в очках победа у североказахстанского каратиста. К этому бою я готовился 5 месяцев. Моим соперником был мальчик, желтый пояс. Бой был тяжелый, соперник достойный, но я его смог победить. Следующими на Татами вышли каратисты. Постаршая схватка спортсменов из Алматы и Рудного была не менее напряженной. Даже напоминала кадры из фильмов про восточное единоборство. Сильнейшие удары, зрелищные приемы. Но все это с восхищением, не отрывая глаз, смотрели зрители турнира. У обоих спортсменов коричневые пояса. Обычно такими обладает тот, чья техника становится совершенной, а сознание и дух крепкими. В равных условиях для боя вперед все же выбился алматинский спортсмен Миран Айджан. Мне 16 лет. 9 из них я занимаюсь каратэ. Понравился стиль единоборства. И вот я упорно тренируюсь. Сегодняшний бой был достойным. Хороший соперник, но ему не хватило немного техники. По итогам чемпионата третье командное место разделили спортсмены из Кустанайска и Казалардинской областей. Второе у север-казахстанцев в золото увезли в город Алматы. Женаль Бесимбаева, Казбек Арыгбаев. Новости МТРК. Жители районов Махжана Жумабаева, Каинского и Сельского участвовали в Кухпаре. Удержать тушу и забросить ее в Казандык, то есть ворота соперников. Задачи игры звучат несложно, но на деле далеко не так, говорит Ерзат Орнакбай. Для жителя села Берлык это не первое конное состязание. Буквально недавно он защищал честь родного села в районе Шалакына. Кокпаром увлекаюсь с детства. Заниматься профессионально начал буквально два года назад. Интересная игра. При этом она таит в себе воинский дух, смелость, традиции предков. Это возрождение тех у нас утраченных традиций. Раньше времена, я помню в детстве, очень часто проводились такие игры. Сейчас после этой Кокпар у нас будет бойга. Бойги будут участвовать двухлетние лошади. Зрелищные казахские национальные игры собрали немало зрителей. Любители конных состязаний пришли поддержать своих односельчан. Очень рады, что такие состязания проводят. Со всех уголков собираются люди и наблюдают за национальной игрой. Я сам из Есильского района, болею за своих. Конечно, все участники достойны. Хочу, как они, участвовать в играх. Я болею за Есильского района. Наши ребята с нашей деревни есть. С Акаинского района тоже молодцы. С Макжан Жумабаева тоже приехали состязаться. Мотивировал участников и призовой фонд. За каждую заброшенную в Казандык тушу всаднику вручили по 10 тысяч тенге. Денежный приз победителей в Бойге – 70 тысяч тенге. Жаналь Бесимбаева, Замат Баймукан. Новости МТРК. 1-1. С таким счетом завершился матч между Кузылжаром и Таразом. Последний, к слову, находится в лидерах турнирной таблицы. Матч проходил в столице в рамках 10-го тура чемпионата Казахстана по футболу. В этой встрече нашим спортсменам пришлось постараться. В первом тайме они проводили мощную серию атак. Но соперники их успешно отбивали. А вот во втором тайме Кузылжарцам повезло. На 79-й минуте игры первый гол забил нападающий Мишель Нколола. Ответ на удар не заставил себя ждать. Парни из Тараза сравняли счет. Игра так и завершилась. Следующий соперник команды Кузылжар – клуб Атерау. Матч состоится 14 мая. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok